Недавно рыбаки острова Хатидзюдзима наткнулись на 5-метровую лодку, покрытую кораллами. Внутри судна копошились крабы и плавали мелкие рыбки. Удивительно, но, несмотря на то, что лодка выглядела очень старой и потрепанной, ее регистрационный номер отлично сохранился. Оказалось, что судно было зарегистрировано в городе Кесинуми, который почти 10 лет назад сильно пострадал от «великого землетрясения» из-за вызванного цунами. Кесинуми находится в 1320 километрах от места, где обнаружили лодку. Узнать маршрут судна, к сожалению, невозможно. Но кораллы и раковины внутри лодки говорят о том, что, возможно, лодка пересекла Тихий океан и добралась до берегов США, прежде чем течение развернули ее обратно. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, после 11 марта 2011 года к западному побережью США и Канады было выброшено около полутора миллионов тонн различных обломков. Сначала вещи прибивало целыми группами, а затем они перестали появляться на суше, но моряки говорили о том, что они постоянно натыкаются на различные обломки в океане, в том числе на телевизоры и холодильники. Так в 2012 году на Аляске были найдены футбольные и волейбольные мячи с именами их владельцев. Японка, которая тогда жила в этом регионе, смогла прочитать надписи и отправила их обратно владельцам.